В Пружанском городском дворце культуры прошло ставшее традиционным районное профориентационное мероприятие для учащихся 11 классов и их родителей. Профессия БАЙ. Ценим мир, создаем будущее. В мероприятии приняли участие педагоги и учащиеся из 19 учреждений образования Пружанского района. Сегодня мы проводим, уже я надеюсь станет традиционным профориентационное мероприятие для наших родственников, на которое приглашены предприятия и организации нашего района. Есть хорошая поговорка, где родился, там и пригодился. Наша задача стоит в том, чтобы наши ребята вернулись в наш родной район и продолжили здесь свою трудовую деятельность, построили свою семью, жили счастливо и развивали нашу малую родину, Республику Беларусь. Как показала практика прошлого года, достаточно большой интерес у ребят вызвало выступление всех практически наших спикеров. Очень интересно, проходило в прошлом году, мы в этом году добавили новшества, посмотрим, как оно пройдет. Но я уверен, что и самим ребятам, выпускникам нашим, и нашим предприятиям и организациям это принесет бонус в виде работников, которые через определенное время вернутся в район, закрепятся и будут работать на благо этих предприятий. В фойе Дворца культуры были размещены информационные стенды, проводились многочисленные выставки презентации предприятий и организаций Пружанского района. Были представлены районный отдел внутренних дел, районный отдел по чрезвычайным ситуациям, Пружанские электрические сети, Пружаный райгаз, Пружанский завод радиодеталей, Пружанская центральная районная больница и многие другие предприятия и организации города и района, представляющие различные сферы деятельности. Учащиеся с неподдельным интересом изучали предоставленную информацию, особенности работы заинтересовавших их предприятий и организаций. Все это для того, чтобы определиться в одном из самых важных решений – выборе будущей профессии. Ведь правильный выбор профессии – это очень важный шаг, от него зависит будущее, от него зависит успешность человека, как профессионала и как личности в целом. Я считаю, что такие профориентационные встречи очень важны, ведь одиннадцатиклассники – это наш будущий кадровый потенциал. И очень важно, чтобы они остались именно у нас, у нас в районе, в городе. И я считаю, что у нас созданы действительно достойные условия для того, чтобы они здесь потом трудились, проживали. Ведь не каждый город может гордиться тем, что у него есть водный дворец, ледовый дворец. У нас есть хороший кинотеатр, где действительно транслируют новинки. А на предприятиях у нас создаются действительно для них достойные условия труда. Для них проводится хороший досуг. В частности, на нашем предприятии «Шенегра Продукт» я придаю очень большое значение с работой с молодежью. Мы идем много со временем. Мы ездим на пинтбол, лазертак. Я всегда прислушиваюсь к их мнению, что они хотят, чего они хотят. И я думаю, что у меня это получается. Сегодняшнее мероприятие дает возможность детям еще определиться, куда поступать. Так как не все еще определились со своей будущей профессией. Я, например, уже определилась давно. И я буду поступать в Брестский колледж сферы обслуживания на технику-технологах швейного производства. В планах у меня вообще поступить в Академию МВД. Но подобные мероприятия, которые для нас устраивают, очень сильно помогают с выбором профессии. И, можно сказать, из-за них я решился поступать туда, куда я хочу. Ну, туда, куда я поступаю. Следующим пунктом программы стало выступление представителей учреждений, организаций и предприятий Пружанского района. Первым слово было предоставлено Руслану Суприновичу, заместителю-председателя Пружанского райисполкома. Елена Кудрейко, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Пружанского райисполкома, привела информацию о конъюнктуре рынка труда в районе, наличии свободных рабочих мест в различных сферах деятельности и поделилась мнением по поводу выбора будущей профессии с учетом сложившейся конъюнктуры на рынке труда и прогнозов его развития. Также учащихся ознакомили с возможным будущим местом работы представители ОАО Пружанский консервный завод, Шиней Агропродукт, Санаторий Ружанский и многие другие. Участникам мероприятия были продемонстрированы тематические видеофильмы. Учащиеся задавали спикерам интересующие их вопросы. В зале работал открытый микрофон. Были награждены победители районного профориентационного проекта «Профессия БАЙ. Ценим мир, создаем будущее». Завершил мероприятие флэшмоб учащихся Пружанского государственного аграрно-технического колледжа. Сегодня у выпускников учреждения общесреднего образования достаточно серьезная задача. Задача, которую они должны решить, наверное, совместно в первую очередь со своими родителями. Поэтому так приятно, что сегодня в зале присутствуют помимо педагогов и учащихся законные представители несовершеннолетних. Ведь дело в том, что выбор профессии, которые вы сейчас осуществляете, колеблась между теми преференциями, которые мы сегодня слышали, предоставляют различные учреждения высшего образования, а также предприятия Пружанского района. Они, конечно, сбивают. Но здесь вы должны почувствовать свое сердце. На работу, как сказал один из выступающих, вы должны ходить с радостью. Поэтому работа должна доставлять удовольствие. Сделайте правильный выбор и идите смело выбранной дорогой. Удачи вам!